парни всем привет пока погода еще не успела испортиться но обещают дождь расскажу про замену масла на мотоцикле ирбис гарпия первый этап я уже сделал но как говорится просто я буду все равно все это дело повторять и покажу контрольное окно масло уже было темным сейчас оно тоже потемнело значит что я сделал сейчас здесь залито масло какой-то новым 1 литр 125 миллилитров керосина 125 миллилитров сольвента залито ацетон не добавлял можно какой-нибудь еще растворитель добавить в принципе но до сольвента вполне хватает для отмывки и вот буквально тут же прямо в гаражах вчера я попробую выровнять одну руку ага вот масло пошло наполняться в камере видим да темненько но хоть и прозрачное но темненько буквально километр проехался и уже получается здесь двигатель помыл на ночь оставил чтобы это все дело откисло соответственно сейчас прогрею двигатель немножко покатаюсь и покажу как сливать как заливать то есть ту самую операцию которую я сделал вот до вот этого момента прогреемся немножко на холостых потом покатаюсь маленько буду по месту буквально то есть я надеюсь что сейчас за ночь еще кругом сольвент керосином разбросала что-то откисло мы это дело сейчас смоем зачем вообще я затеял эту промывку мотоцикл я брал у него больше 10000 пробега было но это по одометру реальным что-то мне кажется что там намного больше может быть владелец предыдущий скрутил ну не буду гадать пусть ладно это все на его совести получилось так что мне продал его я смотрю масло мало начинаю доливать на долей чуть-чуть нигде не капает ничего в чем удалила почти 800 миллилитров и конечно офигел и масло естественно очень быстро потемнело то есть я делал потом еще смену опять масло темнеет очень много грязи и вариантов было два либо я буду лить постоянно масло и его очень быстро выливать на смену потому что она моющими присадками отмывает вот эту всю грязь которая там осталась от предыдущего хозяина либо сейчас сделать промывку которую надо делать может быть периодически просто лишь чтобы поддерживать двигатель в технической частоте и все я выбрал второй вариант то есть именно его сейчас и реализовываю все в принципе более-менее ровненько мы работаем сейчас здесь пока дождь не начался еще по гаражам покатаюсь туда-сюда чтобы поциркулировала масло с моющим этим средством сольвент и керосин солярку можно также в общем-то кто на что гараж и загоняюсь гараж покажу как дальше сливаться и так далее все в мод в гараже на раб на холостых поработал где-то вот шесть с половиной проехал я ухты семерочки прозевал вот так вот ну ладно совсем чуть-чуть даю ему остыть чтобы просто не совсем уж такое горячее масло было пока мод остывает я как раз но сюда горячего то готовлю все необходимое что необходимо нам нам необходимо ветошь обычно беру белую потому что потом сразу же на ней видно все следы если чего нам необходимо что-то подстелить из что-то подстелить я обычно использую вот старые обои даже вот такие обрезки как видите сейчас он идеально подойдет вон там что-то делал тоже расстелил скомкал выбросил нам потребуется головка на 16 и головка на 24 до нам потребуется свет немного свободного времени и вот такую емкость я здесь еще раз повторюсь на всякий случай сейчас я буду делать ту операцию которую я уже делал то есть алгоритм какой сливаем старое масло заливаем какое-то дешманское масло с промывкой то есть туда сольвент туда керосин туда не знаю можно дизельное топливо залить то есть то что отмоет стенки и вот теперь потом значит немножечко катаемся на нем в щадящем режиме либо на холостых то есть отмываем я это сделал вчера вечером ночь мод простоял все это делать от кисло покажу сейчас масло реально потемнело было прозрачненько и красивенько сейчас она вот уже вот видите да темная то есть это сразу же мы отмыли всякую грязь и вот теперь я хочу вот эту всю грязь отсюда же и вымыть стелим материал вот здесь снизу болт сливной вот он на 16 есть теперь пододвигаем камни строчку и готовимся к тому что сейчас будет выброс резкий если вот не сильно остыл масло будет реально горячие то есть пальцы обожгете вот видите масло закапала и вот теперь я делаю так чтобы пальцы не обжигал и аккуратно придерживая канистру свободной рукой чтобы сразу в поддон все уходило доворачиваем его упадет да ничего страшного вот и все масло начинает стекать кстати говоря вот она на просвет довольно таки то темновато и сколько я буквально пять километров проехал видим что закапала это не повод радоваться потому что это еще не все берем мотоцикл и выравниваем его прямо видим да он там еще сколько там можно съесть на него главное канистру правильно поставить поддона тут и покачаться на нем влево вправо подождать пока то всюду все вытечет достаем нашу канистру поддон ну вот пожалуйста вам ага все очень плохо я считаю что это охренеть как грязно просто очень грязно теперь нам остается найти наш болт который там где-то находится все это очень просто мы сливаем отработку забираем болт отработку я кстати собираю смотрите мой канал я покажу как раз по зиме какие потом отапливаюсь причем просто в простой печки никакая там не специальная печка на отработке да вот это все говнище было в двигателе за 5 километров все это отбито было вот теперь самое главное чтобы болт не упал туда в другую канистру поэтому мы его сразу извлекаем и прокладку и что хочу сказать вот я вроде бы слил я вижу просто там какая-то мультусом какие-то частицы отмыты предыдущий хозяин и так понимаю блин движок особо-то и не жаловал маслицам по поводу болта сливного и прокладки прокладка судя по всему не менялась я не нашел нигде в каталогах на гарпию прокладку но стал искать по размерам внешне 20 внутренней 10 по крайней мере то что мне показала сейчас танкин циркуль показал то есть вот именно на этой нашел ближайшие размеры от автомобиля хаммер но там цена за вот эту шайбу 500 рублей слава богу нашлись аналоги на дэу и general motors и там уже более адекватно там где-то что-то районе 40-60 рублей я закажу попробую как она подойдет и соответственно если все нормально то то выложу код подписывайтесь на канал будут новости я поделюсь с вами ими обязательно далее нам потребуется головка на 24 и мы будем ей откручивать вот здесь смотрите вот такая вот крышка вот я показываю на него пальцем сюда тоже может немножечко покапать поэтому надо подставить поддон и дальше отвернуть руками вот такая крышечка с резиновым уплотнителем все здесь мы лишнее масло вытряхиваем протираем и здесь вот она сразу же видно это пружинка которая говорил на ней крепится еще сеточка вот это своего рода масляный фильтр такой многоразовый но я первый раз доставал там чуть-чуть мусора какого-то было сейчас насколько я вижу вообще все чисто там дальше под этой крышечкой в общем то ничего интересного просто чистой веточки убираем остатки масла и ставим все назад все крышки и пробки на своих местах переходим к другой стороне нашего мотоцикла заливка масла осуществляется соответственно через горловину убираем кикстартер сторону для удобства и откручиваем крышку ты крышка у нас сразу же еще и щуп находится можно смотреть по его меткам но мне как так всегда кажется удобнее вот смотреть здесь если и буквы есть аж и это high hello посмотреть просто через окошко и состояние масла и его уровень необходимо залить одну целую одну десятую то есть один литр 100 миллилитров масла я для заливки использую вот такую пустую канистру от кастрола то бишь у нее есть вот такой хороший носик через который потом удобно попадать в отверстие боковой стороны здесь есть у нас какая-то мерная шкала он так я 1 и 2 заливал ничего страшного в этом не было знаю что люди заливали меньше то есть один литр и тоже в этом ничего страшного не было итак 750 у меня уже есть вставляем воронку все залив масло в принципе замена закончена но не в моем случае я сейчас заливаю опять масло ноунейм то есть то на котором я не буду ездить я еще промою еще разок и понаблюдаю но сейчас я буду промывать уже без каких-либо там сальвентов и керосинов то есть чисто на моющих свойствах масла сыграю посмотрю пускай это будет мягкая очистка вот в принципе и все если видео вам оказалось полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте свое мнение в комментариях и больше чем уверен да что по поводу промывки начнутся какие-то споры ну что ж давайте может быть у кого-то есть какие-то идеи это дело обсудим в комментариях с вами был диман мановаров всем до новых встреч никому не ломаться удачи на дорогах пока а